Дорогие друзья, пока многие из вас отдыхают в эти праздничные январские дни, мы продолжаем работать и возобновляем серию видеоинтервью с известными личностями. И первым гостем в новом году станет самый загадочный персонаж русского ютуба Быть Илли, который скрывает свое лицо за уже ставшей известной маской, а также ему удалось еще за год предсказать события сегодняшней Беларуси. И мы хотим с ним поговорить о новых тактиках и методиках протеста и приветствую, собственно, гостя. Уважаемые белорусы и представители, не побоюсь этого слова, главного правдивого СМИ Беларуси. Для меня честь высказаться на тему происходящего, тем более, что у меня действительно есть не просто мысли, а предложения, которые, я надеюсь, вы рассмотрите и, возможно, конструктивно покритикуете. Еще раз спасибо за видео-вопросы, извините за непрямой диалог, но так у меня получится не упустить, по моему мнению, некоторые важные моменты. Интересно, что это первое интервью Быть Илли, и очень почетно, что он дает его для нас, а значит, тема Беларуси действительно важна для этого человека. И первый вопрос, как ты относился к белорусам до всего произошедшего, и как относишься сейчас, поменялось ли мнение? У меня никогда не было сформированного отношения к целой нации. Протестующим белорусам испытываю глубочайшее уважение, но, к сожалению, в Лукашенковском ОМОНе служат тоже белорусы. Конечно, я не мог предположить, что в Беларуси так быстро сформируется запрос на перемены, но что меня лично восхищает, так это то, что протест не имеет четкой характеристики. Нельзя сказать, что на улицу выходят только молодые студенты, мы видим марш пенсионеров, нельзя сказать, что недоволен только Минский. В другой части Беларуси все поддерживают бывшего президента Лукашенко, потому что БЧБ вывешивают по всей Беларуси. Так что восхищает именно сплоченность, что вся страна, за исключением прислужников режима, требует одного, перемен и справедливости. Я этого, честно говоря, не ожидал. И, конечно, эти люди не могут вызывать ничего другого, кроме уважения и восхищения. Что тебе позволило предположить возможный кризис в Беларуси еще за год до его начала? Я напомню, как это было, вот тут вставка. Баянист в лице Лукашенко остается последним президентом, напоминающим о минувшем советском политическом влиянии. Однако в ближайшее время, как мне кажется, именно Беларусь станет точкой напряженного политического противостояния. Ведь скоро Кремль, как мне кажется, попытается отстранить Лукашенко от занимаемой должности. Но об этом я вам расскажу после небольшой паузы. Действительно, в 2019 я сделал видео, где высказал предположение о том, что политический кризис в Беларуси – это лишь вопрос времени. Однако я прогнозировал несколько иной сценарий, поскольку, как я сказал ранее, честно говоря, я не мог предположить, что вся страна объединится против Лукашенко. Его уход может создать опасный прецедент и послужить примером для соседней страны. Именно этим объясняется поддержка диктатора со стороны Кремля, для которого Лукашенко – не самый удобный президент, кстати. Но лучше он, чем успешный пример по смене правления, экономических и политических преобразований на постсоветском пространстве. Но, к сожалению, подтвердилось другое мое предположение о том, что после выборов, которые, конечно, будут сфальсифицированы, лукашенковские элиты останутся ему верны. И именно это является очень большой проблемой. Они видят в Лукашенко гаранта неприкосновенности их незаконных активов. И концентрировать свои усилия, как мне кажется, необходимо на следующем. Уже сейчас стоило бы регулярно устраивать в некотором роде пикеты под посольствами европейских государств с требованием усилить санкции точечно против окружения Лукашенко. С помощью вашего канала, уважаемая Нехта, вы можете создавать коллективные письма с сотнями тысяч подписей и направлять их в европейские инстанции. Можно создавать видеообращения к европейским политикам, просить подписчиков регулярно делать официальные запросы. Главное, чтобы ваш уважаемый канал стал некой организационной платформой, которая бы курировала такие действия. При этом, конечно, ни в коем случае нельзя отказываться и от внутреннего давления. Возможно, я снова выскажу не самую популярную мысль, однако мне кажется, что протест можно разнообразить для повышения эффективности. Что я имею в виду? Еще раз, в ваших руках, уважаемые создатели Нехта, существует грандиозный информационный ресурс, который, к сожалению, читают и лукашенковские прислужники. А это проблема. О ваших планах становится известно сразу всем. Поэтому я наберусь наглости и воспользуюсь интервью, чтобы поделиться своими размышлениями, которые основываются на трудах небезызвестного Джина Шарпа. Сейчас в разных местах Минска регулярно люди выходят небольшими группами, но без координации их выход малоэффективен. Давайте признаем. Мне кажется, если бы уважаемая Нехта делала эти выходы более организованными, это бы принесло больше пользы. Например, можно организовать небольшие группы в самых разных местах столицы. Пусть будет несколько сотен человек, но они будут одновременно в 10-20 местах. Но, конечно, возникает вопрос. А как при этом не давать козыря Мону, который будет готов к протестной акции? Ну, как вариант. Вы анонсируете часовую готовность, делая опрос среди подписчиков. Сколько из них готовы через час поучаствовать в пикете, например. И даете варианты ответа, сколько готовых выйти, например, в районы Грушевского, Озерного, Заводского и так далее. Через час вы публикуете карту с точками сбора, а люди готовы сразу выезжать на место. Милиции сложно мгновенно направить достаточное количество сотрудников в разные точки города. Необходимо поднимать роты, давать распоряжения, выдавать обмундирование. Акция будет проходить всего 30 минут или час, за которые, граждане, тут уже должна быть ваша фантазия. Но за этот час можно перекрыть дорогу, а на этом месте развесить БЧБ флаги и так далее. Такие акции можно проводить постоянно. Главное, координация со стороны уважаемой нехты. Вы можете объявлять массовый сбор в одной точке, а затем менять планы или вообще не проводить акцию. Люди себе просто дома останутся, а ОМОН собрали, организовали, деньги потратили. Вы представляете, какие ресурсы необходимо будет затратить лукашенковским органам, чтобы регулярно выезжать на точки сбора. А делать это надо каждый день, а еще лучше каждый день и ночь. Еще раз повторю, главное координация и дезорганизация ваших противников. Вы мобильны, а не нет. Вы креативны, а не идиоты. Конечно, эта инициатива никак не должна влиять на воскресные массовые шествия и на другие митинги. Это просто дополнительный, легко реализуемый вариант, а для власти это колоссальная головная боль. И, естественно, этот план должен быть продуман до мелочей, чтобы обеспечить людям максимальную безопасность. Что и когда у властей Беларуси пошло совсем не так, как они планировали. Ведь Лукашенко хотел пробежать эти выборы, как и все предыдущие. Но именно в 2020-м беларусы дали достойный отпор. Да как по мне сразу все пошло не так. Как только Лукашенко пришел к власти и стал концентрировать в своих руках все полномочия, устранять журналистов и политиков, уже тогда было понятно, чем это все закончится. Революцией. Вопрос только в масштабе. Это почти единственный возможный вариант сместить узурпатора. Вообще, я понимаю, что принято любые протесты именовать цветными революциями, организованными Госдепом. Но проблема в том, что протесты против режимов существовали еще до появления Госдепа и даже до появления США. Еще раз, человечество, к сожалению, не нашло другого способа сменить узурпаторский режим, кроме как с помощью давления на этот самый режим. Есть прямо пропорциональная связь между тем, насколько посинели пальцы у диктатора и какой силы необходимо давление со стороны общества. И да, стоит оговориться. На первом этапе это действительно может навредить экономике. Да, это может навредить и без того мизерному благосостоянию. Но вина за это лежит на режиме, который создал такую систему, который каждый раз использует эту абсурдную формулировку. Если вы желаете перемен, вы работаете на наших врагов. Но, если бы не люди, которые верят в свои права, верят в свое будущее, уважают в первую очередь себя и близких, и не их готовность к порой очень активным действиям, человечество сейчас бы жило в лучшем случае при феодализме. Разве нет? Чем важны события в Беларуси для мирового политического сообщества? У нас был в гостях известный бывший бизнесмен-ресторатор Вадим Прокопьев, который сказал, что изменения в Беларуси могут повлиять и на изменения в соседних странах. Насколько широк этот масштаб? Ох, я мог бы говорить об этом часами. Я думаю, что беларусы сами не до конца понимают, насколько важны события, происходящие у вас в стране. Но я скажу лишь одно. Если получится сместить Лукашенко, точнее не так, когда получится сместить Лукашенко, это будет мировой прецедент, когда в 21 веке в европейской стране снимут диктатора, который сконцентрировал в своих руках всю власть. В Украине, кстати, была немного другая ситуация. И вообще очень неправильно сравнивать эти два события, хотя вроде очень хочется. Единственное, что их объединяет на самом деле, это желание людей сформировать определенные институты. Те же, что и работают в Европейском Союзе. Сколько бы белорусские оппозиционные политики не говорили про многовекторность. Ведь высокий уровень жизни приходит только после создания честных судов, гарантий неприкосновенности, личной собственности, свободы предпринимательства и так далее. В остальном же ситуация другая. В Украине были политические партии с разными векторами развития, со своими СМИ и финансовыми потоками. Белорусская же власть более монолитна, где сконцентрированы и деньги, и силовой блок, и пропаганда, и поддержка со стороны другого государства. Но при этом вы олицетворяете будущее. Вы на своем примере докажете, что остановить прогресс невозможно. Именно поэтому я считаю, что ваша победа будет беспрецедентна. Я очень ее жду. Ты наверняка следишь за информационной повесткой в постсоветских странах. Как там относятся к происходящему в Беларуси сейчас? Вы знаете, во всех постсоветских странах, в том числе и в России, Украине, Казахстане, Армении и остальных, как только вы вышли на протест, очень отчетливо стал наблюдаться всплеск доброго отношения к белорусам. Нет, это вовсе не значит, что до этого относились хоть сколько-нибудь хуже. Я лишь хочу отметить повсеместно усилившуюся эмпатию. Поверьте, я стараюсь мониторить инфоплатформы в разных странах. Однако, как ни крути, существует, хотелось бы сказать, кремлевская пропаганда, но я буду не точен. Это пропаганда, которая работает, скажем так, на политический статус-кво в Беларуси, в России, в Казахстане и других странах. И, конечно, она навязывает только один тезис. Перемены ведут к ухудшению. И, конечно, Украина и с недавних пор Армения стала в некотором роде главным аргументом в их пользу. Дескать, политические преобразования неизбежно ведут к катастрофическим последствиям. Однако, это химически чистая ложь. И, извините, но мне очень хочется вам это доказать на примере все той же Украины, в которой в 2004 году к власти после оранжевой революции пришла почти та же политическая элита, что и в 2014. Если вы посмотрите с экономической точки зрения, то после революции 2004-го все было очень неплохо. Значит, причина не в желании перемен, майданах, смене правительства. Существуют другие факторы, способные повлиять на итоги революции. Конечно, формат интервью не позволяет проанализировать все эти факторы. Но, в любом случае, знайте, пропаганда, утверждающая, что всему виной ваше стремление к справедливости, ваша неготовность мириться с беспределом, вам лжет. Существует множество примеров, когда страна, прошедшая через революцию, показывала рост во всех аспектах. И те люди, которые это понимают, всегда будут поддерживать белорусов в их борьбе. А других надо переубеждать. Но благо в Беларуси таких меньшинство. Есть ли связи между элитами в Беларуси и элитами в России? Что может склонить любые из них перейти на сторону протеста? Ну, это безусловно. Вы возьмите последний кредит, который был выдан России. Полтора миллиарда, из которых 330 миллионов, тут же вернется российскому Газпрому в счет погашения долга. А что это как неподдержка белорусских элит, которым принадлежат крупные предприятия? Им же и скостят, простите, реструктуризируют долг. Вам же простым белорусам не простят долги по коммунальным платежам. Так что, конечно, связи есть и их существование гарантируется именно политическим режимом. Поэтому склонить элиты на сторону протеста может только одно. Угроза потери капитала через санкции и осознание того, что режим уже не может гарантировать их неприкосновенность. На что может пойти Лукашенко, чтобы удержать власть, особенно в условиях тотальной экономической разрухи? Сейчас именно этот фактор будет включаться. Стоит ли ожидать новых исчезновений политиков или второго взрыва в Минском метро, чтобы отвлечь внимание и самих белорусов, и мирового сообщества от проблем внутри страны? Я, к сожалению, не могу видеть будущего. Уже сейчас понятно, что Лукашенко готов пойти на многое, чтобы удержать власть. Но он точно не настолько силен, как еще год назад или тем более в 2011 году. Конечно, исчезновение политиков или лидеров протеста – это инструмент, которым он будет, к моему огромному сожалению, пользоваться. Но, опять же, у вас в руках есть козырь, уважаемая Нехта, невероятный ресурс, сеть, способная без публичных лидеров координировать людей, которые, кстати, должны всегда носить простую медицинскую маску, что не только необходимо с точки зрения заботы о здоровье, но и для собственной безопасности. Но, еще важный момент. Сейчас в Беларуси приковано внимание всех государств. Я понимаю, что вам могут показаться действия Объединенного Запада несколько недостаточными. И это действительно так, поэтому вы вправе требовать большей поддержки. Но, все равно, как бы не хорохорился Лукашенко, он смертельно боится и санкций, и экономических потерь от них. Он прекрасно понимает, к чему это может привести. Вы вдумайтесь, российский режим с его ресурсами не может оправиться от санкций. Что говорить про Лукашенковский? Поэтому, я думаю, он будет жесток, как и до этого. Но определенные границы, тем не менее, существуют. Ну и самый популярный вопрос, сколько все это будет длиться, как белорусам победить. Я знаю, что у тебя есть какие-то свои наработки, свое мнение по поводу новых тактик протеста. Давай их обсудим. Уважаемые родные белорусы, может показаться, что ответ очевиден. Необходима революция, но главная революция, которая в мозгах, она уже произошла. Можете кидать в меня камни, но это уже очень много. А дальше шатайте режим, требуйте санкции от Запада, отказывайтесь от уплаты ЖКХ, вывешивайте флаги, в конце концов распространяйте видео с правдой о режиме. Главное не опускать руки. Это единственное, что вы должны себе сказать, что вы готовы к действиям. Возможно, самым минимальным, но вы к ним готовы. Как минимум в память о тех, кто уже отдал свои жизни в борьбе за ваше будущее. Простите за пафос, но это правда. Большое спасибо за эти предложения, за конструктивную критику. Эти слова действительно помогают двигать процесс революции в нужное русло, помогать нам побеждать и приближать этот момент, долгожданный момент победы. К сожалению, у нас нет слишком больших ресурсов под это дело, однако у нас есть очень большое количество подписчиков, которые могут взять все это в свои руки. И, друзья, сейчас обращаюсь к вам, вы можете поддержать все эти идеи, предложения, начинания, как морально, так и финансово, для того, чтобы мы могли создать команду профессионалов, которая будет обрабатывать всю эту информацию. Мне правда, искренне, очень хочется, чтобы 2021 год, мои друзья, стал для вашей страны новым этапом. Будет сложно, ничего не произойдет само собой. Мне хочется, чтобы в 2021 вокруг вас СМИ не создавали альтернативную реальность, а говорили порой не самую приятную, но правду. Мне хочется, чтобы вы жили в стране, в которой есть честные и справедливые правила. Они, безусловно, не всегда будут вам облегчать жизнь, ведь дать взятку порой проще, но они будут вам давать чувство уверенности и осознания того, что вы живете в обществе, где справедливость – главная ценность. Очень хочется, чтобы в 2021 вы отпраздновали день рождения Новой Беларуси, в которой представитель силового ведомства – это человек, который вам всегда поможет, и которого вы не боитесь. Хочется, чтобы пожилые люди больше никогда не выходили на протесты, ведь, как по мне, для режима нет ничего позорней, чем старики, выходящие требовать к себе уважения, смелости, храбрости, силы и благополучия вам. Не сдавайтесь. А, впрочем, как всегда, вам решать – быть или... А вам, дорогие друзья, еще раз большое спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Вся эта активность повышает ранжированность видео в топе Ютуба, и чаще ролики, наши ролики попадают в тренды, остаются на главной странице, показываются во вкладке «Следующая» и так далее. Еще один лайфхак – как повысить популярность ролика. Можно оставлять его проигрываться в фоновом режиме уже после того, как вы посмотрели. Ютуб учитывает именно вовлеченность, длительность просмотра каждого ролика. Об этом мы скажем и в нашем следующем еженедельном стриме. Не пропустите его в субботу в 20 часов. До встречи на канале Нехта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова